привет 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 мои дорогие привет вам из лос-анджелеса сейчас как вы видите я иду по бульвару 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 звезд вот и как вы видите все здесь заколочено все абсолютно все в фанере людей сегодня здесь мало машин мало опять-таки все относительно но как бы людей мало там вообще все заколочено сегодня 4 ноября вечер до сих пор неизвестны результаты выборов к сожалению вот это может затянуть затянуться еще на определенное количество времени как вы понимаете вот вчера ночью по значит где-то в час 12 когда я ложился спать выигрывал так скажем ключевые штаты выигрывал трамп а когда я проснулся в 7 утра уже казалось что трамп проиграл часть штатов и теперь он является таким догоняющим в принципе очень много сейчас зависит от того как проголосуют невада если невада сейчас отдаст голоса своим байдену то он набирает 270 баллов точнее ну как бы да скажем баллов поинтов и он будет новым президентом если это решение не будет оспорено в суде командой трампа но что все скорее будет сделано но результат данного спаривания пока мы не можем даже предположить если все-таки произойдет что на сегодняшний вот на сегодня вот на сейчас на этот час нам известно нам известно чтобы посчитано в штате невада 75 процентов всех проголова проголосовавших все правильно и 25 еще не посчитаны возможно они посчитаны но не опубликованы возможно они еще не посчитаны возможно в этом штате ждут когда все бюллетени которые были отправлены в день голосования по почте дойдут до избирательных комиссий и будут посчитаны таким вот образом все таким вот образом все здесь происходит ждем другие штаты пенсильвания вроде бы как они проголосовали большинством за трампа и у него уйдут эти голоса но еще окончательный результат и окончательное решение не поставлено в этих штатах как в джорджио пенсильвания пенсильвания и еще один штат джорджио персивания и северная каролина но там до сих пор проходят подсчеты но там уже посчитано 90 больше 90 процентов бюллетеней и пока с небольшим перевесом выигрывает рам где-то сбоку где-то с перевесом в по-моему 5 процентов самое большое в 4 процента а где-то он меньше одного процента есть вот как бы такой спорный тоже момент это штат джорджио сейчас все смотрят как там и что там происходит там меньше одного процента там около что-то около 0 6 процент 0 6 процентов проголосовало больше за трампа и его победа там тоже пока очень такая знаете не очевидная и вот если он проиграет один из этих штатов которые я назвал три который пока большинство имеет он то тогда он точно однозначно будет в проигрыша если же он проиграет неваду штат невада то тоже он проигравший будет но в неваде 25 процентов не проголосованы как бы не посчитаны не опубликованы поэтому там есть шанс что все-таки он опередит еще байдена потому что у них там разница тоже около одного процента то есть очень очень незначительный перевес байдена и вот эти 25 процентов они могут очень сильно повлиять на ситуацию в целом что будет происходить все спрашивают все и все интересуют зачем я снимаю что я снимаю а вот то есть очень все непонятно очень все не очевидно и вот как вы видите все прямо абсолютно все здесь заколочено аллея славы тоже когда вот здесь такое было да такое здесь было только в июне когда были здесь митинги и протесты и все что связано с черными жизнями и все такое прочее вот сегодня заходил в магазин магазине стоит стоят русскоговорящие прошли девушки в магазине стоял человек охранник такой прямо большой большой черный человек с оружием при входе то есть магазины так скажем взяли людей которые будут охранять и обеспечивать безопасность магазина магазин работают продуктовые по крайней мере вот я был в продуктовом магазине раун ральф ральф называется он работает все есть можно все купить но конечно вот все заколочено единственно только вход открытый через него можно пройти все остальное прямо заколоченным как-то вот так вот тоже видите русскоговорящие на аллее славы продают точнее рисуют картины карикатуры вы можете как бы у них писать можете купить там что-то гида картинки вот такой вот лос-анджелес много русскоговорящих вот такие вот дела что-то продолжает мерцать что-то продолжает сверкать где-то музыка играет нам вдалеке вот люди потихоньку гуляют я пяти думаю что учитывая тот факт что я нахожусь в демократическом штате этот штат отдал большинство голосов и однозначно тут как бы вопросов нету байдену демократам и таким образом здесь если победит байден наверное не будет никаких протестов но в случае если здесь победит трамп я думаю что стоит ожидать очень очень серьезных проблем и прямо разрушений причем стороны вот как раз таки сторонников демократов опять-таки не знаю если это будет организовано не организовано потому что что было раньше когда вот все происходили эти митинги и все прочее это все происходило поддержки определенных лиц определенных людей понятное дело я имею ввиду демократическую партию вот что будет сейчас но как бы сложно сказать будет такая поддержка или нет и как они будут решать в любом случае этому что кто бы не победил это не будет окончательное решение однозначно будет протестовано это решение все скорее где-то в судах и так далее будь то байден будет то трамп и это катавася и на еще проект продолжится какое-то количество времени и я думаю что до декабря мы можем много чего интересного узнать да конечно вот если интересно то я тоже слежил мониторил сегодня какие-то там эту информацию и очень много было вот мичигане в том штате где вроде бы как выигрывал изначально трамп вбросы были и вот все это происходило где-то порядка четыре часа по местному времени когда когда очень сильно поменялось скажем очень сильно поменялись результаты 4 часа во всех штатах и вот с чем это связано тоже неизвестно кто-то утверждает что возможно это было связано с тем что как раз таки в тот момент посчитали все там которые были бюллетене скажем предварительного голосования раннего голосования и поэтому как бы резко взлетел байден трамп как бы остался позади что называется но удивительным фактом является что что есть доказательства что в течение часа допустим сейчас игры условную цифру там 2 миллиона было у трампа и было миллион 900 у байдена так вот в течение часа у трампа остался тот же сам та же самая цифра вплоть до что называется единицы там 2 миллиона ровно да а у байдена стала на 160 по моему 7 или 165 тысяч в плюсе и он опередил трампа в этом штате то есть тоже это вызывает вопросы как так что на 165 тысяч увеличились голоса за одного кандидата в течение одного часа и за другого не прибавилось ни одного ни одного ни одного голоса за за трампа вот кстати говоря я уже вижу что здесь ходят такие вот ребята как вот вы прошли тоже наверно увидели латиноамериканцы и у меня вот есть ощущение какое-то внутреннее что они ждут что будет дальше чтобы громить что девочка и мальчик они уже многие из них идут масках не для безопасности как вы понимаете закрывают лица и у них есть либо рюкзаки либо какие-то специальные сумочки какие-то специальные сумочки которые они могут складывать определенные вещи которые они могут так скажем подарить себе сами в эту волшебную ночь когда подарки сыпется со всех сторон стоит только прийти и что называется взять то есть так утрирую конечно сарказмом говорю но тем не менее вот такого здесь у нас находится музей иллюзий иллюзий и написано что они открыты мы открыты да они открыты это очень здорово это очень здорово вот так вот выглядит город достаточно пустой самая что называется центральная часть часть где много туристов обычно и вот она такая вот какая она есть вот так вот мы с вами немножко прогулялись о аллее звезд по аллее звезд и наверное я буду сейчас заканчивать это видео единственно что да еще могу сказать что то место где находится звезда у трампа у него тоже есть своя звезда на аллее славы она защищена она закрыта но накрыта то есть она туда нельзя подойти там как бы стоят такие железные ограждения и накрыты пленкой чтобы не облили ничем и не сломали потому что вот как раз таки в июне когда начались эти все движения и протесты его звезда была разрушена то есть кто-то ее просто сломал полностью разбомбил вот и потом еще поводом типа краской облитая красной краской что такое чтобы этого не происходило как бы защитили эту звезду вот таким образом очень интересно как бы если вдруг трамп проиграет что будет с ним как он будет дальше жить работать дадут ли ему спокойно жить работать будет ли он обычным пенсионером что называется таким как являлась там буш является буш спокойным а мы имеют вы просто спокойно жить где-то у себя на ранчо там или еще где-то чем он займется ну понятно дело будет наверное продолжает заниматься бизнесом но тем не менее это очень интересно и я не представляю трампа не знаете на покоя ушедшим из политики и просто спокойно наверно все таки он что-то доустроит что туда будет делать просто очень интересно как это будет выглядеть и но что это будет похоже тем не менее посмотрите вот некоторые заведения работают заведения работают люди сидят но вот опять-таки много молодежи на улице здесь центральных районах это меня конечно немножечко настораживает такое ощущение что опять я могу только называется только думать что и как но ощущение что все таки собираются понемногу разные люди и и готовятся что возможно что-то произойдет я думаю что я думаю что многие многие приезжают готовятся видео уже 14 минут получается 15 минут я буду заканчивать это видео рад был всех увидеть всем хорошего настроения и вот такого вот драйва пока пока